Ньюс в прямом эфире. Тема сегодняшнего эфира – ресторанный бизнес Казахстана. Гость нашего эфира – Гульнара Катибаева, который сейчас… Гульнар Катибаева, президент Ассоциации клуба рестораторов Казахстана. Считаем проблему, которая сегодня есть в сфере ресторанных бизнеса. Гульнара, добрый вечер. Добрый вечер, меня слышно? Наконец-то мы подключились. Наконец-то, да, не говорите. У нас случилась такая неприятная ситуация. Мы находимся сейчас в облевоенной части, и тут немножко задушат, поэтому мы чуть-чуть убежали подальше. Хорошо. Гульнара, тема у нас, естественно, такая вот – ресторанный бизнес. Первое, что я бы хотел узнать для начала. После пандемии все-таки ресторанный бизнес Казахстана восстановился полностью? Вы знаете, я бы не сказала, что ресторанный бизнес оправился в пандемию, после пандемии, потому что в пандемию закрылось очень много заведений. Но при этом, даже при том, что они закрылись, на их месте выросли новые заведения. Вот, чем нас придавила пандемия, о чем мы можем сказать, это о том, что был очень большой отток нашего персонала, допустим, на службу доставки, тот же Вольт, Глова и так далее, Яндекс. Очень много ребят, особенно поваров, очень много ушло. И официантов ушло, я их понимаю, тогда на тот момент очень хорошо работала доставка. И они, в принципе, неплохо зарабатывали. Даже могу сказать, что они прямо на тот момент зарабатывали хорошо, да. И, естественно, они ушли. Потом, чем нас наказала пандемия рестораторов? Тем, что повара из-за страха потерять свой заработок, повара и официанты стали требовать зарплату ежедневную. И вот эта вот практика ежедневной зарплаты нас очень сильно ударила. Потому что, допустим, если мы говорим, ну, ребят, мы хотим вам давать там зарплату два раза в месяц, тогда они говорят, а мы тогда не останемся. И у нас сейчас страшный кадровый голос в Казахстане. И я считаю, что это не только в Казахстане. Кадровый голод сейчас во всем мире. Помимо этого кадрового голода у нас идет инфляция. И, понимаете, если приходит, допустим, официант на работу, и он говорит, я вот готов зарабатывать 10 тысяч в день, потому что мне надо содержать семью. И, естественно, если он будет зарабатывать меньше, он просто собирается и уходит. Так что вот такие вот дела. Гульнара, у вас немного со звуком что-то, я плохо вас слышу, надо пропадать. Можете либо поближе немножко, либо громче, может, шум какой-то, да. Я вот на все громко сделал звук, но... А вот пропадаете. Я пропадаю, да? Сейчас, минутку. Я тогда убираю наушнику. И без наушника нормально слышно? А, вот, отлично, отлично. Это наушники, да. Я просто думала, что в наушнике будет намного удобнее, а оказалось, что, ну, не совсем, извините. Вот, получается, отголовки пандемии все-таки еще идут, да? И неизвестно, когда полностью восстановится. Вообще непонятно, когда полностью восстановимся, по одной простой причине. Вы же понимаете, что пандемия ударила по всем сферам нашей жизни. То есть, начиная от того, что начала расти коммуналка, расти продукты, вот эта вот инфляция, это все уже как раз-таки в пандемию оголилось. И, естественно, нас это сильно бьет. Понимаете? У нас нет стабильности сейчас. Вот, допустим, сегодня работает заведение, сегодня там лук стоит 220 тенге, а завтра нас может так шарахнуть инфляцией, что держать заведение уже толку не будет, потому что, допустим, блюдо-столы там 2 990 тенге, а из-за удорожания оно должно стоить намного дороже, естественно, у задорожания продуктов. И, представляете, вы же не будете сразу цену поднимать, потому что гости скажут, интересно, я вчера по 2 900 кушала, а сегодня уже 28 400. Да, это же наша репутация, и поэтому рестораторы, конечно, стараются выкрутиться. Но дело в том, что мы же не можем купить, допустим, впрок лук, впрок овощей, их невозможно содержать, да? Для того, чтобы держать впрок, это нужна огромная база, ребят, нужна такая база, чтобы там держать морковь, лук и так далее. Ну, элементарные овощи. Этичный центр, муж. А у нас есть овощи, которые, допустим, сезонные, тот же самый перец, те же самые помидоры, их долго не поддержишь. Естественно, мы не можем цены сдерживать. А цены у нас растут вот каждый месяц. Мы как бы и не можем об этом говорить, с одной стороны. Но, с другой стороны, мы же все ходим в магазин. Все ходят в магазин и видят, что цены растут каждый месяц. И это неправильно. То есть государство сейчас не может повлиять на инфляцию. Если говорить о других проблемах, вот очень громкая новость была по сокращению количества, скажем так, времени пребывания в усилительных заведениях. Это инициатива университетов внутренних дел. Вы очень так жестко высказались. Журналисты все раз пространили. Ваша позиция ясна и позиция бизнеса, рестораторов. Но все-таки, если вдруг эта инициатива заработает, что произойдет? И как вы думаете, почему такая инициатива вообще появилась? Неужели нет других методов? В прямом эфире говорить ругательные слова. Будет большой персик, если мы закроем все заведения в определенное время. То есть, проще говоря, министр МВД вот эту всю криминальную обстановку переложил на нас, рестораторов, и сказал, вот из-за рестораторов это происходит. На самом деле это совсем не так. То есть сейчас не надо взваливать все на ресторатора. По одной простой причине. Человек, у которого есть деньги, он пойдет и в кафе, и в ресторан, он там выпьет. Но он там не всегда подерется. Человек, который будет пить непонятно что, покупать спиртное и пить во дворе, и он будет драться, это не значит, что он с ресторана вышел. Или там с кафе вышел. Потом, знаете, если, допустим, нас так закроет, скажет, все, ребят, там, в будние дни у вас закроют 22 часа, а выходные в 23 часа. Тогда мы, вот я вам говорю, на примере одного города, города Алматы, да, здесь сейчас работает 500 тысяч персонала. 500 тысяч. У каждого из персонала стоит семья. Почему они идут в общепит? Первое, им не надо тратиться на дорогу, потому что хозяин предприятия оплачивает дорожные. Второе, не надо тратиться на питание. Третье, если у тебя какая-то, допустим, есть сезонная там на зонах отдыха работа, то ты еще и живешь там, ну, к этому. И тогда ты свою зарплату можешь потратить полностью на свою семью. То есть это полное обеспечение своей семьи. И вы понимаете, если нам, допустим, если мы будем играть сейчас по дудку Министерства внутренних дел, и скажем, да, криминогенная обстановка, потому что рестораторы такие нехорошие, да, тогда мы должны уволить 60% персонала. 60%. Понимаете? 60% персонала – это практически одна армия. И вот эта армия голодная, она пойдет по дорогам, и она будет грабить не вас там на улице, она придет в рестораны, потому что они знают, как рестораны открываются, где касса лежит, они знают, что можно упустить цену, понимаете? Поэтому это не выход. Абсолютно не выход. А какой-то метод, например, вот если взять мировой какую-то практику, опыт? Как вот рестораторы что предлагают? Если уж, как вопрос ставить ребром? Да, если брать мировую практику, вот буквально недавно у меня, мой очень хороший друг, он вернулся с Тура по Европе, и я его просила, «Можешь мне рассказать мне, как вообще вот сообщить?» Когда я уезжал туда, я его просила, «Ты поговори там с хозяевами заведения и так далее». И вот он говорит, что в принципе у них таких ограничений нет. Единственное, они все соблюдают закон о тишине, а закон о тишине, извините, это не зыблемое правило, его надо соблюдать, потому что Алмата, если брать в разрезе одной Алматы, Алмата – это четырехэтажный город. Вот реально это четырехэтажный город. Это сейчас вот есть ЖК, но в ЖК есть тоже, да, заведение, но они не такие посещаемые, допустим, как в старом городе, да, в том же самом там, на Панфилово, там, вот Алмалийский район, это у нас практически, я не знаю, как называется его, ресторан-стрит, там улица Жан-Сугурова, это можно сказать, Шашлик-стрит, ну, в таком случае, да, расселять куда-то эти заведения, у нас так площадя не позволяют, понимаете, если выдавливать заведения из жилого фонда, то нет таких площадей, куда можно всех расселить. Сейчас очень хорошая тенденция, когда идет слияние баров, рестопарки, это очень хорошее явление, да, когда в таком центрах или где-то в бизнес-центрах собираются несколько рестораторов, открывают какой-то там, допустим, рестопарки, там несколько заведений, это тоже очень удобно. Но люди, допустим, вот если у меня внизу дома находятся заведения, мне нравится, я, конечно, пойду туда, я не пойду в торговый центр, я пойду там, где рядом с домом. Это к другим вопросам проблем вернуться. Акцизы, акцизы на напитки, да, мне сразу на память приходит, сладкие напитки, которые газированы в том числе, да, в этом году же все-таки принимается, да, как я понимаю? А уже вели же маркировку, вы же заметили, что, допустим, те же самые напитки в магазинах, они стали намного дороже, вы заметили, даже вода, она стала дороже, понимаете? Если раньше покупать воду там по 100 тенге бутылка, вы сейчас заметили, что в магазинах 260 тенге бутылка воды стоит? По 100 тенге нет воды. Уже по 100 тенге воды нет, да, абсолютно ее нет. Смотрите, да, цены в ресторане растут по причине отсутствия регулирования цен на рынке, понимаете? У нас в любой момент, я же говорила до этого, в любой момент может цены скакануть, допустим, если хотя бы по овощам, да, взять. Простой пример, да, узбекская граница закрылась, фуры остановили или тот же самый Китай закрылся, фуры остановили и в этот момент резко цены поднимаются, невероятно поднимаются цены. Мы на это не можем никак воздействовать, понимаете? это все зависит от государства, это все зависит от государственных чиновников, потому что создается вот этот искусственный дефицит продуктов. Мы на это не можем повлиять. То же самое, что касается маркировки, маркировки на газированные напитки, они, знаете, эту маркировку все-таки уже ввели, и с ней мы уже боролись, боролись, и тысячу раз собирались совещания, и мы встречались с производителями сладких напитков, ну и не только сладких напитков, это даже коснулось ажи питьевого йогурта, это же ненормально же, да? Это молотка, да? Да, же молотка, молотка, да, это же ненормально, ну как бы, если вы вводите, допустим, какие-то законы, то вы как-то, надо вводить их постепенно, да? Надо вводить постепенно и смотреть на реакцию людей. А у нас нет таких зарплат, в Казахстане, что вот ты вот, ты вчера могла купить йогурт своему ребенку, или там сладкий напиток, это же ребенок, мы же не можем ребенку отказать там, что ты не будешь кока-колу пить, ты ее будешь пить послезавтра, когда я накоплю деньги на кока-колу, нет, но при этом же у нас зарплата не поднимается, а у нас у рестораторов, как это бывает, мы начинаем эти цены регулировать, да, с ценами, хоть как-то выкручиваться, и когда там немножко поднимается цена на тот же самый напиток, и нам гости говорят, а в чем дело, да, и то есть мы уже корректно гостей объясняем, что так получилось не по нашей линии, что мы вынуждены, потому что закуп сейчас произошел чуть дороже, допустим, чем был на прошлой неделе, то есть как-то мы выкручиваемся. Другая проблема, опять же таки, посмотреть со стороны потребителя, да, ну так или иначе, все какие-то негативные есть изменения, они бьют по кошельку, вот. Еще один момент, не могу, не знаю, связано ли это с пандемией, но лично я это заметил, и также читаешь в социальных сетях, люди очень часто стали жаловаться на сервис, может быть, это не какие-то топовые, да, вип-рестораны среднего сегмента, кафе и так далее, то есть цены довольно-таки высокие, но качество обслуживания, да, те же блюда оставляют желать лучшего. Как вы считаете, с чем это связано? Или вот то, что... Я объясню, с чем это связано. А в Казахстане кадровый голод, мы все об этом знаем, что у нас не хватает специалистов. Вот. Кадровый голод, да? Этот кадровый голод, он идет во всех отраслях, да, к нам приходят официанты, которые, допустим, приходят, они для того, чтобы там в какой-то момент заработать, потому что это же общепит, да, ты приходишь с официантом, ты в какой-то момент можешь заработать, то же самое, лето, там, тот весна, там, осень, пока вот... И ребята остаются... Ну, видите, это у них как момент передержки идет у них. А для того, чтобы их оставить именно в Хорике, да, нужно создавать условия. Нужно создавать условия. А у нас как получается, допустим, рестораторы, есть... Ну, рестораторы не всегда хотят вкладываться в персонал, который уходит. То есть мы их называем, там, кочующий, да, персонал. Вот ты, допустим, вкладываешь в него знания, ты его обучаешь, обучаешь ты его за свои деньги, вот, но потом, понимаете, он уходит, и, естественно, жалко тебе этих денег. но в любом случае я знаю, что есть заведения, которые не жадничают и которые обучают даже кочующий персонал. В любом случае обучают. Сейчас, извините, Петр, можете попросить их тише сделать музыку на площадке? По-моему, нас не слышат. Нас не слышно, да, из-за музыки? Ну, я вас слышу, мы будем только так в принципе терпим. А, успокойся чуть тише? Да, может. Я сама себя не слышу, забываю. Да, вот сейчас что-то с ним делать. Да, 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 при этом я могу сказать уверенно, что есть персонал, который, есть рестораны, в которых персонал обучает, даже если они уходят, даже если они уходят, они обучают персонал, потому что на время их работы им нужен сервис в заведениях. И, соответственно, они пытаются всегда удержать гостя с сервисом. Когда гость к нам приходит, он хочет что получить? Вкусную еду, хорошее окружение там, да, и обязательно хороший сервис. Это, знаете, чтобы не облили вино. Да, чтобы не облили не то, что вино, а не облили хотя бы горячий чай. Вот. знаете, мы, например, сами обучаем, мы сами обучаем, у нас при ассоциации есть преподаватели, которые обучают сервису, а потом у нас есть преподаватели, которые преподают уже при университетах и преподают при колледжах. То есть мы читаем часы сервисов. Вот. Для чего это надо? Потому что оттуда выходят специалисты. Выходят специалисты, которые завтра будут, допустим, у них будет какая-то категория, они будут обслуживать категории банкета файлы, да, допустим. А для этого им нужны допуски иметь. Они вот именно когда заканчивают колледж, у них есть допуск. А для того, чтобы у них был полный сервис, мы уже даем свои уроки. Так? То есть обучение не идет? Да. Это хорошо. Еще один момент. Тоже, наверное, к вам, может, часто люди обращались. Это извечная тема депозитов. Тоже часто смотришь в социальных сетях. Люди, опять-таки, поднимают периодически эту тему. Выступили и юристы уже в некоторых СМИ. Высказали, что здесь как бы, да, в принципе правда на стороне потребителя, но, к сожалению, закон иногда переходит на сторону юрлица, да, там рестораны, караоке, бары и так далее. Можно ли так? Да. Мы очень часто видим, допустим, там, когда какой-нибудь юрист, который вещает в соцсетях, говорит там, депозит – это неправильно. Вы можете не платить депозит. Но при этом, что я хочу, депозит сказать, что… В которых мы называем члены и мы. Я вам сейчас объясню, как-то. Это товарищи, которые приходят в кафе, в ресторан, они заказывают дорогие, шкатые напитки, дорогую еду, едят, компаниями прям могут прийти, а потом встанут и говорят, а мы не будем платить. А ты к нему подложишь, пап, почему ты не будешь платить? Я не хочу. Вот мы вызываем полицию, такого человека увезут, его там продержат три часа в полиции, иногда даже меньше, трёх часов продержат, и его отпускают. Потом ресторатор не хочет этим заниматься. Ой, я не хочу заниматься, идти в суд и так далее, хотя в суд надо идти. Понимаете? И поэтому вот эта вот депозитная система, она ведена для того, чтобы бороться с этими щеллами, в основном. Потому что, когда люди не платят, приходят и не платят, допустим, в том же самом коройке, они не хотят платить, но при этом очень хорошо пьют. И у нас бывали такие счета, вот допустим, буквально недавно в коройке там, мужчина не захотел платить 70 тысяч, он сказал, у меня проблемы, вы должны выйти в мое положение. Ну, по перекопу мы должны войти в его положение. Или вот совсем недавно у нас был интересный такой опыт, представляете, буквально мужчина, такая, ну, вроде такая благонадежная семья, они читают намаз, он провел в своей сестренке к удалу, к зазату, но потом сказал, я заплачу, и вот это вот я заплачу уже две недели, длится, 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 и он не хочет платить. Вчера я ему опять напоминаю, извините, но вы должны оплатить. Либо мы обратимся в полицию. Он говорит, завтра. И каждый раз он нас кормит завтраками. То есть, если сегодня оплаты не будет, допустим, до 7 часов, то мы уже вынуждены будем обратиться в полицию. Поэтому мы просим депозит, понимаете? и человек, человек, который идет, допустим, в какое-то заведение, типа там, караоке, там, зона отдыха, да, он точно знает, что он едет туда, он потратит определенную сумму денег, и значит, он эту сумму денег может вложить на депозит. Ну, почему бы и да, почему бы не сделать это? Это нормально. Он платит этот депозит, и все. Понимаете? Вот о чем я хотела сказать. Понимаете, вот даже вот эту тему СМИ не особо любят поднимать по поводу жрунов. А нам нужно поднять эту тему, понимаете? Когда человек приходит, не хочет платить и уходит. Но это не есть хорошо, да? А в этих, или, допустим, когда говорят там, я поем, но 10% не буду платить, хотя его обслуживал официант. В 10% не входит зарплата официанта, поверьте мне. Но в 10% входит зарплата человека, который моет посуду, моет полы, который работает хаусмастером при заведении, тот же самый охранник. Это как раз таки те самые 10%, понимаете? Это, и ты же платишь за сервис, ты же хочешь кушать с чистой посудой, извините меня, чтобы тебе подали бокал для вина и на котором не будет губная помада. но если ты не хочешь, конечно, сервиса, то можно же пойти в столовую. Даже прописано, у нас даже в законе так прописано, наш юрист говорит, в законе прописано, что кафе и рестораны это с обязательным указанием услуг. Столова без заказания услуг. То есть мы придете там самообслуживание. Так что, ребят, не платить 10% это некрасиво. Просто у нас тут недавно был такой случай, что в одном из заведений не заплатила женщина 10%, подняла там скандал, и из-за этого уволили управляющего, понимаете, что управляющая требовала заплатить ее 10%. Она говорит, извините, но это же персонал, за который я отвечаю. Соответственно, я отвечаю за этот персонал, я должна буду им вечером дать зарплату, а женщина не хочет оплачивать эти 10%. И потом, знаете, у нас тут, как сказать, допустим, вот депозит, да, смотрите, гость не заплатил деньги и ушел, встал и ушел, сказал, все, я пошел. А ресторатор не хочет заморачиваться судом, да, но при этом ресторатор находится в аренде. У нас же нету такого, чтобы у нас была какая-то культура аренды, да, в Казахстане. То есть у тебя, ты когда заходишь в заведение, у тебя сначала аренда там тысячу, там, ну миллион пятьсот, да, через какое-то время хозяин заведения понимает, что ему этого мало, потому что у нас пришла инфляция, курс доллара вырос, возможно, у него ипотека там в доллары, ну, кто его знает, все же может быть, какой-то кредит долларовый, да. И, естественно, он начинает поднимать аренду. Ну, почему-то он же не поднимает эту аренду там согласно там курсу доллара. Он сразу раз, было полтора миллиона, станет теперь два с половиной миллиона. И ты с этим ничего сделать не можешь, или взять там, вот, буквально недавно у нас там было заведение, которое стояло в самом центре города, это франшиза, и через определенное время, даже вот совсем еще года не проработали они, им резко подняли аренду. Нет, это франшиза какая-то, уже не помню. У меня-то какая-то, что-то, да. У меня-то то же самое, да, часто бывает. Два миллиона не платили, десять миллионов потребуют. Вот, видите, мята платила два миллиона, а теперь у них десять миллионов требуют. И что им делать, куда им бежать, куда жаловаться. Вот. И получается, что Россия резко поднимает оплату, допустим, за аренду, а вот депозит как раз-таки нас спасает, когда вот у тебя занято там 20 столиков, и на 20 столиков у тебя есть депозит, ты понимаешь, да, ты по этому депозиту видишь, о, классно, я сегодня могу там и на аренду отложить, и зарплату отдать. То есть Алмата – это же не каждый день праздник, Алмата – это, знаете, город белых воротничков, да, и основная масса могут там погулять пятницу-субботу. В пятницу-субботу они пойдут гулять, пойдут попить, повеселиться, а в будние дни все равно такой заполняемости нет. Вот мы сейчас сидим, допустим, это заведение «Халяй», время 6 часов, из заведения, в котором посадка 80 мест, всего 3 человека в заведении сидят. Да, в буквы. Не больше, да, не больше. А у них же есть аренда, у них есть зарплата персоналу, то есть если сейчас мы только видим одного официанта, то, скорее всего, второй официант где-то на подхвате, и при этом есть повара, при этом есть татешки, которые моют посуду, моют полы, хаусмастер, который что-то делает, да, для того, чтобы это все выглядело респектабельно. Поэтому так. Если резюмировать, да, и даже сделать какой-то небольшой прогноз, именно для потребителей, нам ожидать все-таки, да, роста цен в заведениях, кафе, ресторанах. Это не бедно, я так понимаю, да, учитывая сегодняшнюю ситуацию. Мы же любим своих гостей, поэтому резко цен поднимать, конечно, не можем. Мы не можем резко поднимать цены по одной простой причине. Наши гости тогда откажутся ходить в кафе, в рестораны, а мы же, мы казахи, для нас 100 это важно. Мы же по той проценты берем банки. Поэтому резко, конечно, цены никто поднимать не будет. Рестораторы в любом случае выкручиваются как могут, потому что нам важно принять своего госта, и нам важно не потерять команду, понимаете? Я, например, знаю таких рестораторов, у которых команда по 25 лет работает. Шеф-повара, которые на одном месте по 15 лет держатся. Но они же держатся, да. Взять, допустим, тот же самый Вилла де Фиори, да. Какой красивый ресторан. И вот сколько лет там работает тот же самый управляющий. Как она держит свою команду. Как они встречают гостя. А у них продукты-то не дешевые. Но они делают все, чтобы инфляция их так не подавила, понимаете? Они же выкручиваются из этого. То же самое все рестораторы делают. И, знаете, еще хотелось бы еще что сказать. Ребят, если вы не ресторатор, но вы очень-очень хотите открыть ресторан, мы вам очень советуем сначала поговорить со специалистами. То есть обсудить это все. Вот вы понимаете, когда человек приходит и говорит, вот у меня есть 600 тысяч долларов, да. Я хочу открыть ресторан, но вперед-то он не смотрит, потому что эти 600 тысячи разойдутся еще на стадии еще открытия. То есть вы еще не открылись, но на стадии открытия, ремонта и так далее. Они уже в этот момент разойдутся. А нужно же смотреть на 2-3 шага вперед, чтобы завтра, когда вы отходите, у вас еще и прибыль была какая-то после этого. Поэтому обращайтесь всегда к специалистам, и специалисты вам расскажут, что и как лучше сделать, как это обсчитать. Роман, большое спасибо за беседу. Вам спасибо большое. Огромное спасибо вам, ребят. Роман, всегда я в прямом эфире на Байденьюз. Ставьте комментарии. Увидимся нашим прямым эфиром. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok